Регина Тодоренко Регина Тодоренко Регина Тодоренко Общее социальное напряжение из-за карантина искала своего козлоотпущения и нашло его. Люди увидели, у них тоже есть своя власть. Могут помиловать, а могут и казнить. И вот проходит неделя, и на канале Регина Тодоренко появляется фильм «А что я сделала, чтобы помочь?». В нем ведущая признает, она была не права. Сама виновата. Сама выбирала. А куда ты смотрела, когда выходила замуж? Не выноси ссоры из избы. Или да? А что ты сделала, чтобы он не бил? Все эти умные фразы лишь усиливают чувство стыда, вины и отчаяния у пострадавшей девушки. Количество просмотров фильма уже перевалило за 2 миллиона, а лайков втрое больше, чем дизлайков. Это успех и первый шаг на пути к прощению? Похоже, что да. Благодаря Регине Тодоренко, тема взаимоотношений и грубого обращения в семье получила огромный резонанс. Возможно, в один день стоило потерять титулы, контракты, доверие зрителей, чтобы услышать сотни тысяч голосов, нуждающихся в помощи. Если вы посмотрите этот фильм, значит, все было не зря. Анна Ривина, Алена Попова, Мария Довтян, Татьяна Орлова – все они рассказывают о том, что не сразу пришли к пониманию масштаба этой проблемы. Многие тоже оказывались в плену стереотипа «сама виновата». Даже если этот фильм ничего кардинально не изменит, это еще шаг на пути к признанию проблемы и борьбы с ней. Причем борьбы и на законодательном уровне, и в голове каждой женщины, которая терпит жестокое обращение к себе. Но не все так просто. Многие люди решили – все это спектакль одной актрисы – Регины Тодоренко. Но ведь спасать репутацию – это нормально. И переживать за контракты – тоже нормально. Каждый человек может совершить ошибку, вот только не каждый готов ее признать и заплатить за нее. Особенно ярко заметна эта разница на фоне истории с Алексеем Венедиктовым и Анной Ведутой, где извинения звучат в духе «Ничего не было, но раз вам так надо, то извините». Борец за права женщин Александра Митрошина считает этот фильм лучшим, что могла сделать Регина в своей непростой ситуации. И не так уж важно, искренне это было сделано или нет. Намного важнее результат – возможность широко осветить проблему и призвать больше людей к ее решению. А еще эта история показала, что гендерное неравенство в нашей стране никуда не делось. Тот же Марат Башаров после семейной ссоры отправил свою жену в трампунт, но не понес за это никакого наказания. В прошлом нашем видео мы обратили внимание на то, что Влад Топалов тоже вышел сухим из воды, и теперь Регина Тодоренко по факту спасает их обоих. Не сумел пройти мимо громкой истории даже Алексей Навальный. По его мнению, весь этот скандал – это пиар-акция, спланированная самой Региной Тодоренко. Мол, сначала ведущая все потеряла, но теперь завоюет еще больше славы и уважения. В результате она не просто выйдет сухой из воды, а станет еще популярнее. Впрочем, такое мнение кажется весьма сомнительным. Про Джигана и Оксану Самойлову тоже говорили, что они разыграли весь этот спектакль с «Клиникой и безумием» только ради поднятия рейтингов. А что в итоге? Громкий бракоразводный процесс и твердая позиция Самойловой, что Джигану теперь нет прощения. Не очень похоже на пиар-акцию. Похоже, Регина Тодоренко и сама не представляла, в каком болоте увязнет. Но теперь ведущая всеми силами борется за спасение своей репутации и делает это весьма достойно. Нам же хочется, чтобы из этой истории каждый вынес несколько полезных уроков. Во-первых, не надо строить из себя эксперта и обсуждать темы, в которых вы не разбираетесь. А второй урок самый важный. И это урок «Милосердие». Хватит давать подножку тому, кто уже упал. Вы согласны? Если да, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал и жмите на колокольчик. Тут только те новости, которые достойны вашего внимания.